Прогнозы про угрозы Прогнозы про угрозы И здесь сейчас я бы хотел поговорить о тех выводах, о тех соображениях, которые у меня есть на тему миграции в Россию. Частью по мотивам исследований, частью по мотивам различных размышлений. Но в целом я бы хотел донести результаты тех исследований, которые мы делаем, и соображений по их поводу до людей, которых это касается напрямую, до людей, которые ходят по улицам. В общем, в целом так. Соответственно, дальше я буду говорить, буду очень рад вопросам. И давайте начинать. Евгений, можно я вас перебью? Вы так просто вступили в бой очень молниеносно. Друзья, я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе и внимательно выслушав лекцию Евгения, можете задать интересующие вас вопросы. Но, естественно, мы не оставим без внимания те вопросы, которые поступили уже на данную минуту. Да, я буду очень рад этим вопросам. Мне они, правда, очень важны. Значит, прежде всего лекция, как она заглавлена на сайте, она называется «Мигранты за и против». Сразу же хотел бы сказать, что это неправильная постановка вопроса. Потому что не то, чтобы этот вопрос можно решать там плебисцитом «за» или «против». Вот в какой степени, например, там мы или вы «за» и «против» ноября? Вот ноябрь – это некоторый такой факт, с которым как-то приходится работать. Не знаю, не очень хорошее настроение, какая-то хмурь там за окном. Но, с другой стороны, там ноябрьские праздники, например. И вот это все говорит о том, что миграция, она скорее похожа не на плебисцит, а на ноябрь. Миграция, она есть, и с ней надо что-то делать. С ней как-то надо взаимодействовать. Как-то надо взаимодействовать с миграцией, с мигрантами. Дальше проблема, на мой взгляд, самая серьезная, которая стоит в отношении миграции, состоит в том, что есть общественные страхи, о которых я буду говорить довольно много, а есть некоторая реальность, с которой надо людей знакомить. И мне кажется, что, скажем так, работа с реальностью, взаимодействие с реальностью, может во многом перебить, во многом ответить на те страхи, с которыми нам так или иначе, ну как людям, приходится взаимодействовать. Вот, например, есть такой миф, и это как бы такое предисловие, согласно которому мигранты совершают больше преступлений. В Европейском университете в Санкт-Петербурге делается много исследований, связанных с правоприменением. Там есть центр, значит, исследования, центр правоприменения. И вот там есть такой замечательный исследователь, которого зовут Арина Дмитриева, и вот я ее цитирую, ее колонку, ее статью «Ведомостях». Статистика судебных решений 2009-2010 года, доступная Институту проблем правоприменения, позволяет утверждать, что среди всех представших перед судом лица, не являющиеся гражданами РФ, составляли 3,5%. Мигранты и иностранцы составляют 6-7 трудоспособного населения. И вывод, который она делает, что основные статьи мигрантской преступности непосредственно связаны с их статусом иностранных граждан. А в части обычной преступности их поведение по своей структуре мало чем отличается от поведения граждан Российской Федерации. То есть, в общем, в целом исследования, которые они делают, позволяют сделать вывод, что мигранты совершают не больше преступлений, чем в целом население по России. И вот получается, как наука развенчивает миф про миграцию, про преступность мигрантов. С другой стороны, надо говорить о том, что чужих не любили всегда и везде. И, в принципе, так устроен человеческий мозг, что мы выделяем что-то, что отличается, и дальше пытаемся навешать какие-то негативные стереотипы, навешать весь тот негатив, который есть у нас в жизни, на этих самых чужих. И, в принципе, это очень свойственно для отношений между местными иммигрантами. Тем не менее, я бы хотел говорить о том, что проблема есть. Что, например, несоблюдение трудового законодательства практически на всех уровнях, и не только в части мигрантов, в части, прежде всего, работодателей, делает отношения между мигрантами и работодателями местными довольно проблематичными. Есть проблема разницы культур. Но когда мы говорим о разнице культур, тут надо говорить в первую очередь не о том, что, допустим, среднеазиатская культура отличается от российской культуры. А в первую очередь надо говорить о том, что в Россию едут преимущественно сельские иммигранты. И в тот момент, когда они приезжают, в Москву тоже в свое время приезжали сельские иммигранты. Они назывались лимита, например. И дальше все примерно те же по структуре конфликты, которые возникают между горожанами и городскими нормами, и сельскими нормами, и сельскими приезжими, они воспроизводятся поколение из поколения. Но если в свое время лимита была русская, то сейчас сельское население, которое приезжает в Москву на заработки, оно преимущественно иноэтничное. Но человеческий мозг устроен таким образом, что он прежде всего отмечает не сельскую культуру, а именно эту иноэтничность, которая и позволяет затем навешивать те стереотипы, которые навешиваются. Соответственно, мой основной посыл состоит о том, что важно отделять реальные проблемы, которые безусловно есть. От проблем надуманных и от того, что называются социальные страхи и социальные фобии. И дальше я буду говорить о, я думаю, четырех социальных фобиях, которые, мне кажется, важно было бы обсудить. Первое. Я их так и формулирую. Социальные фобии, социальные страхи. Страх один. На улицу выйти нельзя. Одни сплошные иммигранты. Они хотят захватить Россию, сколько же их на самом деле. Тут я подвожу к вопросу цифр. Нам, как исследователям, очень часто задают вопросы. А сколько же мигрантов на самом деле? Сразу же, вот правильный ответ на этот вопрос, кого считать мигрантами? Как бы миграция по определению, это когда человек то ли переезжает, то ли временно приезжает на некоторую другую территорию. И вот если говорить там по той науке социологии, которую я в данный момент представляю, происходит некоторый переход через некоторую социальную или символическую границу. Не обязательно государственную. Собственно, это и есть мигранты. Если говорить о Москве, в Москве есть большое количество русских мигрантов из других регионов. Есть иноэтничные мигранты, которые приезжают из иноэтничных, нерусских регионов России. Есть иностранные иноэтничные мигранты. И вот хороший пример, действительно, это среднеазиатская миграция, преимущественный стран Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. И дальше я могу озвучить некоторые цифры. Вот, например, Федеральная миграционная служба месяц за месяцем публикует некоторые данные относительно единовременного пребывания на территории Российской Федерации иностранных мигрантов. И вот, например, на октябрь месяц около 11 миллионов иностранных мигрантов. Из них 2,5 примерно миллиона – это граждане Узбекистана, 2,1 миллиона – это граждане Украины, чуть больше миллиона – Таджикистан, около 600 тысяч – это Кыргызстан. Я опускаю всякие другие страны. Значит, я сообщил эту информацию, а теперь что эта информация дает? Ну, практически ничего. В Москве, например, и мы этим вопросом отдельно занимаемся, мы изучаем проблему Кыргиза в Москве. Можно говорить о том, что в основном в Москву едут именно кыргызы. Например, там около 70% разрешения на работу, которые выдаются всем гражданам Кыргызстана в России, оно выдается в Москве. То есть, получается, миграция из Кыргызстана направлена преимущественно в Москву, а из Узбекистана, например, как она распределена по России, нам, например, неизвестно, потому что это вопрос отдельного большого исследования, но она устроена иначе, чем кыргызская миграция, и этими вопросами как раз, на мой взгляд, то, как мы работаем, это ими и надо заниматься. Значит, второй страх звучит следующим образом. Вокруг одни нелегалы, надо бороться с нелегалами. Но, опять же, общество так устроено, что оно любит создавать какие-то клише, и вот нелегал – это как раз то клише, которым сейчас в газетах и, в принципе, на улицах любят называть всех мигрантов, которых они видят, подозревая их в чем, а вот в чем – непонятно в чем. Потому что, вот, например, если говорить о нелегалах и нелегальной миграции в Соединенные Штаты, это одна история. Это преимущественно люди, которые нелегально пересекают границу, и вот такие картинки рисуются, что там люди лезут через загравительную стену, доезжают до ближайшего города и там прячутся по подвалам. У нас большинство мигрантов, которые приезжают из других стран, они пересекают границу легально. Но дальше им надо оформить огромную массу документов. Это и разрешение на работу, это и регистрация. И для того, чтобы работать на большинстве работ, им надо закончить школу русского языка и сдать экзамен, который свидетельствует о том, что они знают русский язык. И в тот момент, когда, например, дворник не знает русский язык и при этом работает на позиции дворника, ему там нельзя работать. И дальше, несмотря на то, что вина в найме человека, который, согласно законодательству Российской Федерации, не должен быть нанят, лежит на работодателя, несмотря на это, его все равно называют нелегальным мигрантом. Я хочу сказать, что когда, например, задают вопрос о том, сколько нелегальных мигрантов в России, ответить на этот вопрос практически невозможно, потому что это категория плавающая, категория нечеткая и, в принципе, категория очень такая негативно маркирующая людей, которые, в принципе, ничего плохого не хотели, хотели просто заработать денег для того, чтобы прокормить свою семью. Но дальше они оказываются в тех структурах, в которых мы с вами также живем, с которыми им приходится взаимодействовать. Иногда мы с вами, в общем, отлично знаем, что иногда лучше, например, подделать документ, потому что сделать документ по закону – это долго, это взяткоемко, ну и так далее. Они сталкиваются с абсолютно теми же проблемами. Значит, дальше третья фобия. Скоро окраины городов станут гетто, в которые нельзя будет зайти и будут, как в Бирюлево. Значит, ну, как бы я работаю преимущественно в Москве и могу говорить преимущественно о Москве. Значит, как в Бирюлево, может быть, будет, но гетто не будет. Гетто – это когда на некоторой территории мигранты проживают компактно и проживают только они. Значит, у нас так устроен город, город Москва, что мигранты довольно равномерно распределены по районам Москвы. В каждом районе будут представители разных стран, разных регионов. Кроме того, огромное количество русских мигрантов и вот такое вот давление на рынок жилья и рынок труда в Москве не позволяет в Москве сложиться гетто, сложиться моноэтничным районом. Однако же, когда мы говорим, например, о Бирюлево и о тех событиях, которые там произошли, это не проблема гетто. Это, на мой взгляд, проблема местного сообщества и невозможности самоорганизации, невозможности самоорганизоваться для того, чтобы решать те проблемы, которые стоят перед людьми. И в тот момент, когда возникает, когда происходит сход людей, которые иначе до того не были знакомы и в первый раз увидели друг друга преимущественно во время этого схода, впрочем, тут как бы я не изучал отдельно Бирюлево и события в Бирюлево, как мне представляется, это выглядит так, что в принципе надо было бы реформировать, как-то решать проблемы на местном уровне, создавать какие-то организации, которые могли бы познакомить людей, которые могли бы... Вот в социологии есть такая идея социального капитала. Социальный капитал – это связи между людьми и то, что они могут дать. И в принципе, если бы социальный капитал в Бирюлево был бы выше, те события, которые произошли, их могло не произойти. Значит, четвертая фобия – это ислам. Значит, ее можно сформулировать как «мигранты» – это мусульмане. А ислам – это терроризм и опасность для России. Но прежде всего надо говорить о том, что сожительство, скажем так, православия и ислама, и нахождение мусульман на территории разных российских государственностей, начиная с Ивана Грозного, это довольно такая традиционная штука. Более того, будут говорить о том, что проблема ислама – это не проблема традиционного ислама, а как раз проблема новых исламских течений. Исследования, в том числе, которые мы с коллегами проводим на Северном Кавказе, показывают, что, с одной стороны, нетрадиционный ислам не всегда радикален, а с другой стороны, терроризм на Северном Кавказе, как минимум, устроен таким образом, что террористы не всегда нетрадиционные мусульмане. Например, значительное их число – это люди, которые просто боятся силовиков. И в какой-то степени, тут можно было бы долго об этом говорить, но я скажу, что проблема терроризма в значительной степени решается путем прекращения беспредела в отношении нетрадиционных мусульман, который этот беспредел, поскольку выталкивает их в террористы. И дальше, когда я видел на сайте вопрос, где, значит, доколе, и как вообще так получается, что мусульмане обращают наших мальчиков и девочек в ислам. Значит, на мой взгляд, это проблема не ислама, это проблема, ну, такого идеологического и ценностного вакуума, который есть в современной России. И ислам здесь, ну, скажем так, то предложение, которое лежит на рынке идеологии и которое неизбежно будет кем-то взято в тот момент, когда непонятно, как жить, непонятно, для чего жить, непонятно, зачем вставать с кровати. И в тот момент, когда рядом есть люди, которые понимают, зачем это делать, понимают, что, например, надо каждым своим действием и движением служить Аллаху, это очень такая, это большое искушение. Это такая насыщенная картина мира, которая не может не привлекать людей. И дальше просто сакцентировать, я хочу на том, что отдельно терроризм, отдельно радикальный ислам и отдельно ислам как идеология, как таковой. Значит, дальше последний вопрос звучит, как что делать. Значит, в целом, я думаю, что понятно, что к этому я и веду, что у нас очень неплохое законодательство. И его исполнение от и до во многом решит те проблемы, которые стоят перед нами и в том числе связано с миграцией. В то же время, да, безусловно, есть лакуны, есть проблемы с этим законодательством. Например, наложение двух категорий. Категория разрешения на работу, которые должны получать мигранты, и категория патента, который мигранты могут получить для того, чтобы работать на территории Российской Федерации, не получая разрешения работы. Это, ну да, некоторый такой, что ли, косяк нашего законодательства, с которым надо как-то взаимодействовать и как-то менять. Третье, что я бы хотел сакцентировать, что мигранты есть и будут. И нужно смириться с их наличием. Просто так устроена сильная экономика, российская экономика, насколько я понимаю, довольно сильная, так что она привлекает мигрантов. И в тот момент, экономика – это довольно упорная вещь, довольно упрямая вещь. Если есть какая-то потребность, ее будут реализовывать. Так или иначе, изобретительные меры тут не могут сработать хорошо. Четвертое. С разными группами мигрантов надо строить отношения по-разному. Например, есть довольно внушительная группа. То есть, да, понятно, что все несколько сложнее, но можно там отделить из иностранных мигрантов тех, которые хотят и уже переехали на постоянное место жительства. И вот уж с ними точно придется взаимодействовать, потому что значительная их часть уже имеет российское гражданство. Например, с Киргизстаном была облегченная процедура принятия российского гражданства, и у нас довольно много уже живет киргизов с российским гражданством. С другой стороны, есть люди, которые приезжают на заработки, что ли, на ментальном, на душевном уровне, живя в стране происхождения. И по отношению к ним должна быть другая политика. Третья политика и третий, ну что ли, скажем так, третий разговор – это люди, которые приезжают из иноэтничных регионов, но Российской Федерации, с которыми уж никак не введешь визового режима, и с которыми также надо взаимодействовать на каких-то основаниях, на каких надо разговариваться. И последнее, о чем я бы хотел сказать, что для здоровых отношений с мигрантами должны быть здоровые отношения внутри общества. К сожалению, у нашего общества есть много проблем. Это непонимание, это отсутствие коммуникации, это в конечном счете несчастье общества. Вот, например, если говорить о индексах счастья, Россия находится сильно не на первом месте. А опять же, из научных исследований известно, что чем счастливее человек, тем лучше он относится к мигрантам. И, возможно, проблема мигрантов – это проблема принимающего нашего с вами общества. Спасибо большое. Евгений, спасибо вам за вашу лекцию, за вашу точку зрения. Мы сейчас перейдем сразу, что называется, по горячим следам, да, те вопросы, которые поступали здесь и сейчас. Но я, тем не менее, хочу немножко резюмировать все, что вы сказали. Вопросом от Олега, который спрашивает. Вчера Владимир Владимирович Путин заявил на всю страну, что ужесточать миграционную политику не нужно. Ваши отношения к такому решению и не кажется ли вам, что с таким подходом мигранты нас сожрут? Это я цитирую, друзья, ваши слова. Да, спасибо. Я видел этот вопрос. Мне кажется, отвечая на этот вопрос, запретительные меры, они не будут работать. Ну, просто история известна, что они никогда не работают. Под запретительными мерами вы подразумеваете введение визы в режим, или что, какие запретительные меры? Это запретить мигрантам приезжать в Россию. Да, вот как бы если почитать газеты, почитать тем более комментарии под статьи, выяснится, что там не пускать мигрантов для того, чтобы решить эту проблему, или всех выгнать. Это некоторый способ. Это не способ. Опыт показывает, что действительно экономика довольно упорная штука. Те, кто надо, все равно приедут. Более того, такие решения по экономическим причинам не будут приняты. И все это говорит о том, что нужны какие-то другие меры. И меры преимущественно интеграционные, на разных основаниях, по отношению к разным группам мигрантов. Но меры эти, безусловно, должны быть интеграционные. То есть ужесточать политику не нужно? No way. Есть вопрос от Михаила. Добрый вечер. Вам не кажется, что поезд уже ушел? Мы об этом беседовали с вами. Ну, выгоним понаехавших. Я только за. А что делать с осевшими, когда очередному азиату делают замечание, а он тычет российским паспортом, мол, я русский, вот паспорт. Почему никто не борется с фиктивными браками? За несколько сотен долларов вполне легально можно жениться. В США в этом плане, например, очень жесткие меры. Давно пора подобные меры ввести и в России. Вы знаете, вот я тоже на это частично ответил. Вот еще несколько десятков лет назад проблемой Москвы, Петербурга были лимитчики. Сельское население, которое не знало норм городского общежития, вело себя плохо. Собственно, отсюда выражение гопники, поскольку они жили в государственных общежитиях пролетариата. И стояла та же проблема. Где сейчас дети лимитчиков? Можем ли мы отличить сейчас по поведению детей лимитчиков от детей москвичей и питерцев в третьем-четвертом поколении? Нет. Культура передалась через поколение. Если не произойдет того, что в науке называется сегрегация, если не будет геттоизации, если не появится этнических районов, или они не будут созданы, потому что сейчас, значит, ходит такая идея создать районы, слава богу, правительство высказалось негативно по отношению к этому решению. И вот если этого не будет, есть значительный шанс, который... И то, что он довольно велик, оно подтверждается из случая к случаю, что дети мигрантов, второе поколение мигрантов, они будут вести себя уже совершенно иначе, поскольку они вырастут в городе. Они вырастут в городе, но у них, что называется, в крови все-таки другая абсолютно культура. Я думаю, что вы это наблюдаете тоже каждый день, как житель Москвы, как житель мегаполиса. Смотрите, в крови нет ничего. В крови... Ох, генетики с вами поспорят. Это эрикоциты в крови есть. Значит, культура передается через такой процесс, в социологии это называется социализация. Вот мы с вами общаемся, о чем-то поговорили, у меня что-то отложилось, у вас что-то отложилось. Есть институты социализации, они же институты интеграции мигрантов. Детский сад, школа. И вот в этих институтах передается и формируется во многом городская культура. Это не вопрос крови, это вопрос социализации и коммуникации между людьми. И вот в тот момент, когда будут созданы условия для того, чтобы люди могли общаться не только между собой, а с разными людьми, которые приезжают с разных мест, а еще родились здесь, тогда есть значительный шанс, что интеграция будет успешной. То есть, а если мы будем выдвигать требования такие, как, например, Владимир Вольф и Джириновский, в курсе, о том, что он... Я был на тот момент как раз на исследовании в Дагестане, вот там были все в курсе и очень обиделись. Вот, и я имею в виду, что вот такие радикальные меры, они как раз вызовут абсолютно ненужную реакцию и то, что люди, наоборот, будут, мигранты, наоборот, будут более агрессивно отношиться. Совершенно верно. Вот в тот момент, когда я много выступал по поводу Бирюлева, мой основной тезис состоял в том, что в Бирюлево была проблема некоммуникации, потому что основная часть мигрантов, которые приезжают в Москву, они хотят спокойно заработать денег, спокойно, без конфликтов, без негативных взаимодействий. И проблема состояла в том, что люди не были знакомы и не видели друг друга. Если бы они были знакомы, они бы могли построить социальные институты, ну, не знаю, какой-нибудь совет районно, прости господи, в рамках которого заседают и мигранты, уважаемые мигранты, и местные уважаемые. И дальше идет девочка местная. Ей мигрант так, среднеазиатский, вот этого очень не любит. А дальше она идет и жалуется некоторому человеку, который вроде бы их представляет. Не знаю, насколько это может сработать, но попытку такую, да, на местном уровне провести, создать институты интеграционные, политические такого рода, провести стоило бы. И это во многом, если бы эта практика была успешной, решило бы вопросы вот этих самых страхов возвращения домой. От Ольги такой вопрос. Евгения, а вам не кажется странным, что у нас полно мечетей, видимо, на территории России имеется в виду в целом, а мусульмане не спешат строить у себя храмы? Вот вы говорите, да, мы сделаем шаг, они сделают нам тоже навстречу. Значит, смотрите, тут такая история, что нет никакого такого органа, который отвечал бы за постройку церквей на территориях компактного, значит, проживания мусульман. Более того, в тот момент, когда я говорю с мусульманами, например, в Москве, а я делал включенное наблюдение в одной из мечетей Москвы, люди говорят, вы знаете, если бы русские были православными, было бы договориться с ними гораздо легче. А так, они же в Бога-то не верят в основном, и поэтому у нас с ними нет общего языка. И проблема, как там мне объясняли, состоит именно в том, что нету, скажем так, то есть там мусульмане, там христиане, есть опыт такой исторических взаимодействий, можно договориться. В общем, в целом, проблема, как они говорят, без вери. Это они вам так говорят. Я хочу узнать вашу точку зрения в этом вопросе. Какова? То есть вы ее поддерживаете или вы все-таки... Вот я, например, абсолютно не поддерживаю, что я сама православная, и в моем обществе, в моем окружении все практически люди православные, поэтому утверждать, что очень многие наши люди ни во что не верят, а были бы они православные, можно было бы проще установить контакт, мне она не близка, поэтому я хочу узнать... я просто транслирую какие-то вещи, что... Ну, например, если взять Дагестан. Нет, там русские. А можно я... Хорошо, можно я вам такой вопрос задам? Вам... Вы когда-нибудь сталкивались со случаями, чтобы православные люди совершали какие-то там, я не знаю, как это даже назвать, набеги или осквернения святынь, которые находятся в мечетях? Вам когда-нибудь были известны такие случаи? Мне нет. Может быть, я плохо знаю, вам были известны? Или нет? Продолжите. Просто случаи, когда мусульмане как-то не очень хорошо ведут себя в отношении храмов, православных, они известны в прессе. Значит, мне кажется, на какие мысли вас это наводит? Да. Опять же пытаюсь вас. На одну очень простую мысль, что существует Конституция Российской Федерации. Так. Существует законодательство, в рамках которого осквернение святынь должно наказываться. И, безусловно, есть такие люди, которые оскверняют. С ними надо работать так, как, говорит об этом российское законодательство, которого достаточно для того, чтобы работать с такого рода проблемами. И тут нет разницы культур. Тут есть частью, например, действительно сельское население, частью радикализации. Радикальный ислам – это отдельная история, с которой также надо как-то взаимодействовать, потому что радикальный по методам ислам неприемлем на территории светского государства. В общем, все. Хорошо, Евгений, ответ ваш принимается. Так, Лидия пишет на «Впрямом эфире». Друзья, вот прям цитируют. Вот как сказали, так цитируют. А какие еще, как вы сказали, косяки у нашего законодательства есть? Да, мы сейчас про миграционную политику. Я перефразирую все-таки, Лидия, какие болевые точки у нашего законодательства именно в плане миграционной политики вы можете выделить? Ну вот я бы не говорил именно о законодательстве, потому что законодательством надо просто садиться и разбираться отдельно, четко, внимательно и так далее. Я бы говорил в принципе о сложностях, связанных с его соблюдением. Вот в тот момент, когда законодательство, которого, как я сказал, в общем в целом достаточно для того, чтобы процессы шли нормально, оно не соблюдается, в этот момент возникает проблема. Не соблюдается. По каким причинам? Ну, большой ли секрет, что у нас в обществе часто берут взятки? Большой ли секрет, что у нас в обществе откупиться от полиции можно, дав деньги большой ли секрет, что, например, взаимодействие между бизнесом разного уровня и властью строится на коррупционной основе. И в тот момент, когда есть какое-то количество там, допустим, мигрантов на какой-нибудь овощебазе и вдруг об этом узнается, это был такой секрет поли-шинеля для местных властей, например. И я предполагаю, что это во многом решалось с помощью взяток. И в тот момент, когда происходит, значит, происходит какое-то событие и вдруг берутся за голову, как же так у нас тут на территории овощебазы огромное количество нелегальных мигрантов, а мы, значит, смотрели куда-то вбок, ничего не видели. И, собственно, вот это вот хороший пример того, как не соблюдается законодательство. И, насколько я понимаю, например, бирюлевские события и, в принципе, те проблемы, о которых говорили люди, они с мигрантами связаны не в первую очередь. Они в первую очередь связаны именно с тем, что об этом районе и о его жителях забыло правительство, не решая эту проблему. И это был такой призыв к тому, что, ну, что за беспредел творится? То есть наша болевая точка это коррупция? Я думаю, что да. Спрашивают вас, поддержите ли вы акции, подобные русскому маршу? Я думаю, ответ очевиден, но, тем не менее, задам его. Значит, довольно сложный вопрос, как ни странно. Я сам на русский марш не хожу. Тем не менее, я понимаю, что национализм это одна из тех идеологических рамок, которые существуют в современном обществе и запрещать ничего, запрещать что-то не нужно. Мне кажется, что русский марш это нормальное, легальное проявление мнения людей, которые есть в нашем обществе. И дальше, чем больше возможностей для самовыражения в легальной сфере, путем митингов, путем общественных дебатов, есть у людей, которые выражают разные позиции, тем лучше будет. Арсений спрашивает, Евгений, вы сказали, что будут такие события, как в Бирюлево, происходить в некоторых районах. В каких, по вашим прогнозам? Вы знаете, такой вопрос сложный, потому что, когда, например, мы делали исследование, когда произошли события в Бирюлево, за полгода до этого мы с нашей исследовательской группой планировали делать исследование в Бирюлево для правительства Москвы. Правительство Москвы на тот момент не поддержало этот проект. Мы собирались исследовать там интеграцию на местном уровне, интеграцию в одном районе мигрантов. Мы собирались там вводить интеграционные практики. И вот примерно на осень, на октябрь, у нас была записана в нашей программе исследовательской вторая волна, в рамках которой мы должны были бы оценивать эффекты интеграционных практик в одном районе. Значит, исследований не произошло. Сейчас со студентами в Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы мы делаем исследование в районе, который, на наш взгляд, чем-то напоминает Бирюлево, чем-то, естественно, отличается. Это район Очаково. Я совершенно не хочу быть пророком и говорить о том, что там что-то произойдет. Я очень надеюсь, что ничего не произойдет плохого. Но вот мы пытаемся исследовать такие окраинные районы, понимать, как они устроены, исходя из этого, уже в тот момент, когда мы поймем, как они устроены и почему там происходят те или иные события, как там устроена интеграция мигрантов, насколько люди общаются между собой, в какой степени они, как они относятся друг к другу, от чего это зависит. Вот в этот момент, наверное, и можно будет делать какие-то предсказания, пока еще рано, потому что изделийский материал не набран. Но это реально может помочь предотвратить такие события, как были в Дрюлево. Вы знаете, сложно говорить предотвратить или не предотвратить, потому что мы экспериментов пока не проводили такого рода и проект тот не пошел, но я верю, что лучше станет. А лучше это в каком направлении? Что конкретно изменится? Лучше коммуникация. Ключевое слово это коммуникация. В тот момент, когда мы поговорили с вами, и вы, приезжие из Узбекистана, я русский коренной москвич в пятом поколении, в тот момент, когда мы увидели друг друга и выяснилось, что страшная картинка мигранта, она отличается от того, что я вижу перед глазами, то, что у меня есть перед глазами, и отличается от человека, с которым я общаюсь, несмотря на то, что вроде бы он четко подходит под описание страшного иноэтничного мигранта, в этот момент у человека стереотип чуть-чуть уменьшается. И вот в сторону уменьшения стереотипов и в сторону коммуникации мне кажется и нужно направить усилия. А почему правительство, вы сказали, Бирюлева не поддержало вот такие исследования? Ну, это сложный вопрос, я, честно говоря, не знаю. Мне сложно сказать. Да, мне кажется, как раз вопрос очевиден. Вот я читаю комментарии людей, которые пишут, что правительство не заинтересовано. Я не знаю, так это или нет на самом деле, но мнение людей таково. И вы, собственно говоря, прочитав комментарии, которые у нас поступали и поступают, думаю, в этом убедитесь. Заключительный вопрос, я думаю, в нашей беседе, хотя он не такой простой, спрашивает наша читательница, здравствуйте, Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, кто, на ваш взгляд, должен нести материальную ответственность за теракты? Знаете, вот четко можно сказать, что то законодательство, которое было сейчас введено, где ответственность за теракты возлагается на семью, а также на тех людей, которые как-то террористу по каким-то критериям близки, это законодательство вредно. Это принцип коллективной ответственности за индивидуальные действия. В какой степени это всерьез может воздействовать на ситуацию, в общем, никому неизвестно, а порушить жизнь может много. Более того, к сожалению, наше законодательство так устроено, что его применение зачастую оказывается в пользу одних людей и не в пользу других людей. И вот в тот момент, когда есть какие-то уязвимые категории, люди, которые мыслят по-другому, при том, что они не занимаются терроризмом, они не считают, что насилие приемлемо, и вдруг кто-то из их среды совершает теракт, и их обвиняют в этом, и ответственность ложится на них, мне кажется, что это неправильно. Тогда у меня вопрос в настоящий момент, когда происходит теракт, государство выплачет очень большие компенсации пострадавшим. Это правильно? Мне сложно сказать. Но тем не менее, вы у нас сегодня директор. Я не могу высказывать свою точку зрения, хотя она у меня есть. Но вот вы говорите, то законодательство, которое было принято, оно не совсем так хорошо повлияет на ту ситуацию, которую мы сегодня имеем. А то, что государство платит деньги огромные. Вы знаете, мне кажется, что это логичнее, чем накладывать ответственность такого рода на людей, которые, возможно, и не имеют к этому никакого отношения. Ну что ж, это ваша позиция. Спасибо вам огромное. Друзья, спасибо, что вы были с нами эти 30 минут, и всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok